2004 год. Цунами в Индонезии унесло 230 тысяч жизней. 2008 год. В Миянме наводнение стало причиной гибели около 150 тысяч жителей. 2011 год. После землетрясения и пришедшего за ним наводнения, Япония потеряла 15 тысяч своих граждан. В том же году на Санкт-Петербург обрушилось очередное крупное наводнение. Но жителей северной столицы об этом даже не узнали. И тогда еще наше портовое хозяйство, уровень в Неве, они все говорили, так у нас же нет наводнения. Мы им говорим, вы забыли, что мы построили комплекс. Комплекс защитных сооружений от наводнений, открытый за несколько месяцев до этого, не дал воде подступить к городу. По расчетам экономистов, эта катастрофа могла принести ущерб более 25 миллиардов рублей. Все, что можно было сделать для города, это вот сделано проектировщиками, инженерами, учеными, строителями, для того, чтобы город был надежно защищен от такого опасного, коварного явления природы, как наводнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через большой судоходный канал комплекса защитных сооружений в город ежедневно заходят десятки кораблей. Благодаря сложнейшему инженерному решению – плавучим затвором-батапортом. Этот уникальный гибкий барьер прозрачен для входящих в город судов, но непреодолим для опасных нагонных волн. Перекрывая канал в случае угрозы наводнения, батапорты способны сдержать удар миллиардов тонн воды. Но помимо большого в комплексе предусмотрен и еще один – малый судоходный канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он построен специально для небольших судов типа река-мори. И необходим, чтобы разгрузить главные морские ворота Петербурга, оставив их для крупных судов. На С-2 нет громоздких батапортов, как на большом судоходном канале. И потому в обычное время эта часть дамбы кажется беззащитной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы сейчас на высоте 20 метров над каналом находимся. Канал шириной 100 метров. Глубина под нами до бетона 7 метров. 7 метров – официальная глубина малого судоходного канала. На самом же деле она гораздо больше. Под толщей воды на отметке минус 18 метров расположена гигантская камера. В ней спрятан металлический затвор. В случае наводнения он поднимается вверх и полностью перекрывает канал. С помощью гидроцилиндров, которые находятся на противоположной стороне, мы вот видим их и два гидроцилиндра под нами, затвор поднимается на высоту 4 с небольшим метром над уровнем воды, что позволяет перекрыть в случае наводнения доступ воды из залива в сторону Санкт-Петербурга. Как и ботапорты большого судоходного канала, затвор С-2 рассчитан на напор 5-метровой волны, которая может нестись со скоростью электропоезда до 100 км в час. Металлические стены затвора смогут выдержать такой удар, ведь их толщина больше 5 сантиметров. Фантастичны и размеры этого щита. Сам затвор – это плоский коробчатый затвор, весом 2550 тонн, шириной он 10 метров, высотой 14. То есть при подъеме над водой нижняя часть затвора остается в камере затвора, поэтому течение на него не действует, он находится в неподвижном состоянии. Проект ботапортов и затвора малого судоходного канала не был бы реализован без другого инженерного решения. К концу 80-х годов, когда дамба была отсыпана практически полностью, экологи пришли к шокирующему открытию. Невская губа, полностью закрытая дамбой, могла бы превратиться в болото. Под влиянием экологов возведение защитных сооружений приостановилось. Невская губа, это так называемая маркизовая лужа, это довольно мелководная акватория с небольшими глубинами, там до двух с половиной-трех метров. Это очень сложная экологическая среда, ее нужно было сохранить. Шли очень острые дискуссии. Работали международные комиссии. Завершить строительство комплекса стало возможным только тогда, когда появилось простое и в то же время уникальное изобретение гидротехников. Умные барьеры, встроенные в тело дамбы, водопропускные сооружения. Одновременно они обеспечивают необходимый для экологии водообмен и преграждают путь нагонным волнам. Пультовая, прием. Затвор номер один, подхваты, вышли, замечали, нет, прием. В-2 принято. Сейчас у нас составлено в защитных сооружениях 8 отверстий. Все эти 8 отверстия, если их сложить, они шириной 1,5 километра. И глубина их достигает 16 метров. То есть пока все затворы открыты, они практически открыты всегда. Может быть, один день-два на период наводнения закрываются. То есть дамба прозрачная. Так ее рассчитали проектировщики, ученые, чтобы ни вода, ни рыба никаким образом не чувствовала препятствия, проходя через комплекс защитных сооружений. Через эти отверстия в дамбе вода из Невы и все ее обитатели могут спокойно перемещаться в Финский залив и Балтийское море. И наоборот, морская вода легко проникает в акваторию города. Шесть крупных водопропастных сооружений, в которые входят 64 затвора. Для чего их так много, для чего они нужны? Они нужны с единственной целью – обеспечить водообмен Финского залива с Невской губы. Не допустить загнивания акватории, не допустить застойных зон. Сделать все, чтобы акватория Финского залива и Невской губы была одним единым целым. Чтобы встроить в тело дамба эти умные барьеры, строителям пришлось сделать невероятное. Два из шести водопропускных сооружений собирались на северном берегу Финского залива, на станции Горская. Гигантские сооружения длиной 130 метров каждая спускались в море, но не тонули, благодаря облегченному бетону – смеси кирпичного щебня с цементом, наполненной пузырьками воздуха. К месту установки их доставляли с помощью буксира. По окончании строительства на комплексе прошли десятки экологических экспертиз. И российские, и зарубежные специалисты подтвердили – никакого вреда акватории Финского залива комплекс больше не приносит. На этом месте, где мы находимся, где проходит комплекс, здесь очень много птиц, которые занесены в Красную книгу. И мы видим, что нарушение экологической среды не произошло. Наличие большого количества водопропускных сооружений дает возможность нам промывать акваторию, дает возможность нам обеспечить нормальный водообмен и обеспечить нормальную жизнь города. Но как только возникает опасность наводнения, водопропускные сооружения превращаются в прочный заслон. Во время угрозы наводнения все затворы комплекса и судоходные каналы закрываются. Защищаясь от нагонной волны со стороны Финского залива, Санкт-Петербург подвергает себя другой опасности. В течение каждого часа река, втекающая в Невскую губу, поднимает уровень воды в ней на 5 сантиметров. Если комплекс будет закрыт дольше суток, Нева сама затопит город. Водопропускные сооружения и в этом случае играют роль гибкого и умного барьера. У диспетчеров центрального пульта управления под контролем каждой из 64 затворов водопропускных сооружений. Если в городе объявлена тревога, он может поднять всего несколько из них. Это сработает как пробка, вынутая из наполненной ванной. И уровень воды в акватории города снизится. На этом экране представлены сооружения, которые находятся на юге от Кронштадта. Судопропускное сооружение номер 1, водопропускное сооружение номер 2 и водопропускное сооружение номер 1. Они представлены в таких маленьких символических квадратиках, которые показывают, насколько через них протекает данный момент вода. Если мы хотим получить более подробную информацию о конкретном объекте, мы переходим на другой экран более низкого уровня. Здесь мы видим, соответственно, водопропускное сооружение, которое представляется в виде 12 затворов. Если мы хотим получить более подробную информацию, мы переходим еще на более низкий уровень, где мы видим отдельный заводтвор со всеми его механизмами. Комплекс защитных сооружений – огромный, слаженный механизм. На перекрытие всех его затворов требуется не меньше часа. Поэтому, чтобы стихия не застала город врасплох и комплекс был вовремя закрыт, в Петербурге ведется круглосуточный контроль уровня воды. Самописец – прибор, позволяющий круглосуточно следить за тем, что происходит в акватории города. Установленный прямо на набережной Невы, он с максимальной точностью улавливает любые колебания уровня воды. Поплавок плавает в колодце, самописец постоянно регулирует, какой же уровень. Поднимается вода, поднимается самописец, и на графике стрелочка показывает, что уровень растет вверх. Данные самописца автоматически пересылаются в гидромедцентр Петербурга. Туда поступает информация из десятков таких же устройств, расположенных в разных частях города и Финском заливе. Отслеживая информацию с каждого самописца, можно дать прогноз, насколько в ближайшее время повысится уровень реки. Но это всего лишь один из сотни других факторов, которые ежедневно анализируют синоптики. В первую очередь, это, конечно, движение циклонов и антициклонов. Вот такой вот циклон огромный, он занимает всю европейскую территорию России, включая даже и Скандинавию. С Северной Атлантики он смещается с большой скоростью довольно, и в течение 12 часов может пройти территорию уже от Англии до практически Петербурга. И все это происходит довольно быстро, динамично. Надо постоянно отслеживать погоду, движение циклонов, изменение его характеристик, это прохождение атмосферного фронта, это усиление ветра, какие тенденции барические, что происходит, падает, растет давление, какие температуры, много-много факторов. Чтобы наводнение состоялось, вот эти факторы все должны совпасть. Уже за 8 часов до приближения нагонной волны на центральном пульте управления защитных сооружений знают, какой силы и высоты она будет. Диспетчеры предупреждают суда. И только после этого посылают на компьютер команду о перекрытии всех каналов и водопропускных. Началось заполнение северной доковой камеры. Но что будет, если однажды компьютерная система откажет? Неужели город затопит? Такое развитие событий просто невозможно. При любой внезапно возникшей поломке затворы все равно будут закрыты вовремя. Для этого помимо центрального пульта управления на всех объектах комплекса работают резервные диспетчерские. Они позволяют точно так же управлять всеми механизмами дамбы. Но даже если откажет и их электроника, город не останется без защиты. Тысячи петербургцев, которые проезжают по скоростной автодороге, проложенной по гребню дамбы, они даже не подозревают, что внутри наших сооружений находятся еще многие километры галереи, в которых происходит основное действие при защите Санкт-Петербурга от наводнений. Вот в одной из галерей мы сейчас с вами находимся. Помимо 25-километрового защитного барьера, комплекс – это целый подземный город. Многочисленные тоннели, шахты, подземные галереи по общей площади едва ли уступают самой дамбе. По ним сотрудники могут перемещаться с одного берега канала на другой. Когда выйдут из строя компьютеры центральные, резервные, существует возможность управления непосредственно с панелью. Ну тогда это будет немного дольше по времени, но в любом случае мы сумеем защитить Санкт-Петербург от наводнений. Проектируя многокилометровые технологические галереи, инженеры просчитали все до мелочей. Каждая система комплекса имеет свою резервную копию здесь, под водой. А потому сбои в работе практически невозможны. Вот если у вас дома выключат электроэнергию, что произойдет? Это катастрофа для вашей отдельно взятой семьи. А вот если пропадет электроэнергия на комплексе защитных сооружений, это уже катастрофа для целого города. Чтобы этого не происходило, у нас существует подстанция. Очень много подстанций на комплексе. которые зарезервированы. И такого произойти, как в вашей квартире, просто не может. Потому что система может переключиться с одного ввода на другой. На особо важных объектах при пропадании обоих в воду включаются автоматически дизельные электростанции. Еще 30 лет назад жители Кронштадта даже не могли представить, что когда-нибудь будут добираться до большой земли не на лодках и катерах, а на автомобилях. Сегодня живых распоряжений современная технологичная трасса. Умная дорога, оснащенная автоматическими системами, которые следят за движением и самостоятельно регулируют состояние трассы. Каждый день по ней проезжают около 30 тысяч автомобилей, шестая часть которых – грузовики-тяжеловесы. Мы с вами сейчас проезжаем автомобильный туннель, единственный не только на комплексе, но и на всей кольцевой дороге Санкт-Петербурга. Туннель уникален тем, что он не только подземный, но и подводный. Сейчас над нами проходит главный корабельный фарватер. По нему двигается сюда, впрочем, Санкт-Петербурга и обратно. И отметка дна тоннеля 24,5 метра. Над ним находится мощная бетонная плита. И потом уже 16 метров воды. То есть тоннель обеспечивает непрерывность движения через Финский залив, независимо от времени года, от времени суток, независимо от интенсивности движения кораблей. Этот автодорожный туннель – один из самых глубоких в России. 28 метров ниже уровня Балтийского моря. Скоростная трасса, над которой проплывают многотонные баржи. Миллионы тонн воды над тоннелем создают колоссальную нагрузку. Выдержать ее может только монолитный железобетон. Строительные конструкции тоннеля рассчитаны с тем запасом прочности, который выдерживает 16-метровые толщи воды, независимо от погодных условий и от всяческих внешних воздействий, вплоть до взрывной волны. Двухкилометровый автодорожный тоннель, находящийся под огромной толщей воды, требует особого контроля. Его обеспечивает множество современных систем. Во время гололеда здесь автоматически включается подогрев, а на дорогу из установленных по всему тоннелю форсунок разбрызгиваются необходимые реагенты. Во время дождя также автоматически включаются насосы для сбора скопившейся воды. На случай чрезвычайных ситуаций тоннель оснащен эвакуационными коридорами. В случае пожара люди смогут выбраться по ним. Любая аварийная ситуация в тоннеле просчитывалась еще на стадии строительства. В тоннеле установлены 32 системы безопасности, которые позволяют своевременно обнаружить и локализовать любой пожар, чтобы это не горело. Брошенная бумага или, допустим, грузовик с покрышками или бензовоз. Системы многочисленные дублируют себя. Это и водовое тушение, это и пенные, и газотушение. Но одновременно предусмотрено, что для спасения людей сделаны многочисленные системы вентиляции, как продольные, так и поперечные, которые обеспечат удаление дыма, газа из тоннеля, подачу свежего воздуха. Диспетчер Мирона. У нас, значит, ДТП в Невском транспортном отсеке на отметке 0,700. Приблизительно два локовых автомобиля. Значит, на сегодняшний момент перекрыто движение по левой и средней полосе Невского транспорта в отсеке с треточками осуды дыма. Будет более подробная информация, отзвонимся сообщим. Ну, пока не подруга. Диспетчерская тоннеля. 24 часа в сутки ее сотрудники следят за всем, что в нем происходит. Тоннель – место повышенной опасности. И даже к небольшой аварии здесь относятся как к серьезному происшествию, которое может стать причиной других ДТП. При любом столкновении на помощь водителям сразу же приходят дежурные. Первый пост, Андрей Диспетчер, первый пост. Первый пост, Диспетчер, меня слышно? Я слышно, слышно. При аварии информационное табло извещают о случившемся въезжающих в тоннель автомобилистов. Система управления дорожным движением подсказывает им, в какой ряд перестраиваться и с какой скоростью ехать. Да, да, Николай Ильич, вас вызывал. Подскажите, пожалуйста, водителю, чтобы знак аварийной остановки поставил не под самую машину, а за 25 метров до нее. Приехал, пожалуйста, с праздником. Как только из-за перекрытых полос в тоннеле образуется пробка, тут же включаются мощные системы вентиляции, чтобы водители могли даже на такой глубине дышать свежим воздухом. Затем, все ли в порядке в тоннеле, следят диспетчеры. Для этого им даже не надо покидать своего поста. Здесь, в данный момент, мы можем с вами наблюдать, по какой полосе, с какой скоростью двигаются машины. Вот, по средней полосе еще кто-то подходит, по правой полосе, по левой полосе не двигается никто. Вот, вот, на мемосхеме обозначено, что вот они машины, которые стоят на средней полосе, схематично. И это показано, что мимо них идет медленно идущие транспортные средства в виде трактора. Вот, вот, аварийная остановка, все это показано. Два берега малого судоходного канала соединяет подъемный мост. Обычная высота пролета над С-2 – 16 метров. Если же по каналу необходимо проплыть судно с высокими мачтами, середина моста может подняться вверх еще на 9 метров. Мост длиной 1250 метров, из которых 120 метров могут подниматься. Как и все другие сооружения комплекса, мост управляется с центрального пульта управления. Но в экстренном случае его можно поднять вручную. Справиться с огромной конструкцией весом более 2500 тонн могут всего два человека. Мост можно поднять так легко за счет того, что в шахте сооружения находятся противовесы, которые весят примерно столько же, сколько сам мост. И за счет этого уравнивается масса. И вот этим механизмом можно легко поднять сам мост. Два чугунных противовеса снижают подъемный вес моста с 2500 до 40 тонн. Но после монтажа к противовесам пришлось прибавить дополнительный груз. Конструкция покрыта 29 тоннами краски. И чтобы механизм работал точно, эту массу пришлось компенсировать. При строительстве дороги по гребню дамбы инженерам пришлось поломать голову не только над тем, как проложить путь через два судоходных канала. Перед ними стояла куда более серьезная проблема. Ежегодно в Петербурге выпадает до 70 сантиметров осадков. Вода, смывающая финский залив дорожную грязь с трассы, могла нанести экологии Балтийского моря непоправимый ущерб. Все эти воды, которые стекают с проезжей части, они загрязненные нефтепродуктами, взвешенными веществами. Стираются же покрышки шин автомобилей, просыпаются, проливаются различные грузы. Все это попадает на проезжую часть и дождями смывается с ее поверхности. Проезжая часть всего лишь вершина айсберга. Сама дамба напоминает пирамиду, и ширина ее основания глубоко под водой доходит до 150 метров. Чем выше поднимается дамба, тем уже становится. И в самой верхней ее точке, где проложено дорожное полотно, ее ширина составляет всего 29 метров. Благодаря поперечному уклону, дождь, снег и просто грязь стекают по обе стороны шоссе. Но ни одна капля воды с дороги не попадает в залив. Вся вода очищается, поэтому комплекс не приносит. Вреда окружающей среде. Но пользу приносит, потому что он в данный момент разгружает город, транспорт идет через комплекс защитных сооружений, но не через город. И, конечно, выхлопных газов в городе меньше. По всей длине дамбы расположены 40 очистных сооружений. Каждую секунду через них проходит тонна загрязненной воды. Она попадает в Финский залив, только миновав сложную систему фильтров. Здесь применяются в этих сооружениях химические реагенты, так называемые коагулянты и фопулянты, которые ускоряют процессы очистки. То есть это вещества, которые, так сказать, то, что в естественных условиях потребуется значительное количество времени, оно занимает несколько минут, и очистка завершается. И после того, как все эти химические процессы пройдут, все вредные вещества переходят в шлам, то есть в обводненный осадок, а чистая вода откачивается уже в сторону Невской губы. Последний серьезный подъем воды в Санкт-Петербурге зафиксирован в 2007 году. Это было 308-е наводнение с момента основания города. 309-го уже не будет. С открытием комплекса защитных сооружений история петербургских наводнений подошла к концу. Благодаря дамбе замкнулась кольцевая дорога Петербурга. Жители острова Котлин получили возможность ездить на работу в центр города на автомобилях. По техническим галереям комплекса в Кронштадт проведен интернет и другие коммуникации. И хотя защитные сооружения введены в эксплуатацию только в 2011 году, сегодня представить без них жизнь города практически невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok